Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Лобниев Алексей, и сегодня мы в этом видео покажем, как прошла для экосистемы выставка Мани Экспо Мумбай 2024. Субтитры сделал DimaTorzok Мы второй раз здесь, и, собственно, это такое знаковое событие для нашей экосистемы, потому что приглашают нас уже сюда второй раз. На этой выставке мы достаточно экспертно представляем тему токенизированных активов, и я и Александр выступаем со сцены, участвуем в панельных дискуссиях, и что хочется особо отметить, если в прошлом году мы были, наверное, единственной компанией, которая акцентировала свое внимание на вот этом долгосрочном тренде РВА активов, то в этом году мы видим огромное, ну, наверное, не огромное, но 30% выставки точно посвящено этому виду активов, тому, как они связаны с деньгами, как с помощью вот этого вида токенизированных активов, ну, вот можно, так сказать, сконнектить, быть мостом из децентрализованных финансов в традиционные финансы, какие перспективы, понятное дело, что там и проблематика обсуждается. Ну, в общем, все идет туда, куда мы там предсказали еще два года назад, и именно в том направлении развиваемся мы, и вот благодаря тому, что делаем мы это на два года раньше, да, нам есть, во-первых, чем делиться, и, во-вторых, наши проекты представлены здесь уже не как идеи, да, а как работающие коммерческие решения, которые вот мы представляем, даем пользоваться, рассказываем, что такое токенизированная недвижимость, рассказываем, что такое РВА-банк, почему их нужно и важно развивать вместе. Эффект от нашего присутствия здесь, ну, десятки, сотни раз выше, чем прошлая выставка, например. Что еще хочется отметить, да, вот этим, этим ивентом, да, мы продолжаем вот тот курс, который взяли в начале этого года, что это для нас год ивентов, мероприятий, мы по всему миру рассказываем о наших продуктах, об экосистеме, в первую очередь, о венчурном фонде, о возможности к этому фонду присоединиться и всячески развиваем и продвигаем те продукты, которые актуальны в тех или иных регионах. В марте мы были в Вьетнаме, в мае в Индонезии, сейчас крупнейшие выставки связаны с финансами в Индии, и в этом году еще посетим, наверное, несколько крупных ивентов, таких как Token 2049, CoinFest Asia и многие другие, но об этом уже будет рассказывать Александр, рассказывать фонд, и, собственно, в этом видео частично вы тоже об этом услышите. Что еще хочется отметить? Разнообразие продуктов, экосистемы, разнообразие наших основных частей, таких как технологическая часть, венчурный фонд, комьюнити, позволяет нам очень точно подходить к выбору позиционирования для участия в той или иной выставке. Очевидно, что здесь мы представлены как венчурный фонд WebWise Capital, и это позволяет еще более эффективно проводить ивенты, отстраиваться от конкурентов, отстраиваться от других продуктов. К примеру, очевидно, фонд на выставке, посвященный деньгам, имеет два полноценных оффера для разного вида аудитории. К примеру, для банков, для поставщиков ликвидности, для крупных инвесторов у нас есть. Оффер, как попасть в фонд, как стать ликвидити-провайдером для технологических продуктов, компаний, стартапов или тех, кто ищет финансирование, есть оффер и на финансирование. И в ходе этой выставки мы уже проводим множество переговоров и с теми, и с теми, и с другими. На этом сконцентрирован Александр, команда фонда. И вот учтены все, наверное, какие-то ошибки, которые мы допустили в прошлом году. Сейчас у нас максимально профессиональная команда на стенде, которая работает с утра до вечера и оказывает очень крутое содействие в том, чтобы разобраться. И делается это на трех-четырех языках, как всегда. И вьетнамский, и хинди, и английский, и на русском мы тоже консультируем. В общем, такой интернациональный стенд. И это очень смотрится эффектно. И сразу создает такое четкое впечатление, что, во-первых, профессиональная подготовка, во-вторых, международная компания, в-третьих, работающие продукты. И предложить можно очень много. Это очень повышает эффективность и, собственно, достижение цели. Ну, и если говорить конкретно обо мне, естественно, я поставляю интересы всей экосистемы. Но еще больше сейчас сконцентрирован вот конкретно здесь. Ну, так как уж выступаю с темой о токенизации, токенизированных активов, и вот всем, что с этим связано, моя задача активно представлять наш технологический, вот две технологических ключевых экосистемы, которые у нас сформировались за вот эти несколько лет внутри DGU и вот ее дополняют, расширяют. Экосистема РВА-банка – это экосистема РВА-маркетплейса. И вот в проект Апата мы провели множество переговоров, показали, как пользоваться, рассказали там перспективы и так далее. Ну и, может быть, кто-то помнит, да, после прошлого года, когда мы впервые, я там выступал с темой эволюции банковской системы, да, я вот рассказывал об РВА-банке, токенизированных активах, да, мы потом на следующий день пошли, вот, ну, как-то так сложилось, нас пригласили на прием в крупнейший индийский там банк, мы прикрепим там название, SBI, если я не ошибаюсь, State Bank of India, и проводили такую, наверное, около полутора часов, мы общались как раз на тему токенизации, с руководителем вот такого трастового фонда, который здесь в Индии управляет, ну, у них недвижимость, было на тот момент на сумму около полутора миллиардов долларов, да, и вот мы обсуждали там тему токенизации, да, то есть, а что это даст, вот, например, если в Индии вот в этом фонде появится или, может быть, будет токенизирован 1% из существующего портфеля, или же они, например, добавят токенизированную недвижимость зарубежную и так далее, там перспективы, понятное дело, открываются огромные, ну, и, соответственно, там, на этой выставке, да, что, ну, как бы, в течение года мы этот диалог поддерживали, поддерживали и в этот раз еще раз его обновили, встретились, но уже показали, а как мы вот на уровне продуктов это делаем, а что открывается, да, какие перспективы, а почему правильно, интересно и нужно и важно использовать токенизированные активы в качестве залога в банке, да, что они менее волатильны, что они обеспечены, да, что они там с внедрением ETH на биткоин, да, вот на биткоин и на эфириум, это, там, шаг к легализации в целом криптовалюты, там, CBDC за этот год в Индии, ну, значительно продвинулась и находится в такой уже серьезной стадии тестирования, и они уже, там, многие знают, на них многие ориентируются, и, соответственно, это тоже, ну, в общем, все складывается к тому, что, ну, там, где-то вот еще год, два, три, и не то, что на выставках начнут в качестве трендах об этом говорить, а это будет, как бы, уже повсеместно внедрено, как минимум на уровне корпорации, ну, и вот наша задача за это время свои технологические решения, свои бизнес-модели туда, собственно, внедрить и быть теми, к кому первым обратятся, да, за технологиями, за юридической обвязкой, мы вот как раз с точки зрения вот этих вещей мы очень подкованы и очень экспертны, да, а дальше это, соответственно, уже распаковка бизнес-моделей либо в наших продуктах, либо использование наших продуктов в их сервисах, ну, то есть я хочу, чтобы вы понимали те перспективы, которые открываются, поэтому давайте посмотрим видео, посмотрим, как нас поддерживали партнеры, инвесторы экосистемы, джи-ю, партнеры фонда, как, собственно, эта выставка прошла для, там, в целом Александра, он тоже поделится своими впечатлениями, выводами, планами. Давайте посмотрим. So, let's start with what does real world assets means. Real world assets is assets tokenized on the blockchain. Real world assets is tokens which are based, which backed by traditional assets. For example, U.S. treasuries, bonds, stocks, private equity, real estate, debt, and so on. Intelligent properties, and so on. You can see some numbers. For example, total market, total TVL, total value locked active assets, it's about 12 billion, but it's not include the biggest ERA segment, ERA sector, stable coins. Now it's the biggest segment of the real world assets. It's the tokens which backed by real dollars in bank accounts of Tether company. So, it's about 170 billion of dollars market size right now. So, let's discuss about global market, global financial market. The biggest market in the world is real estate. 360, trillions of dollars, trillions of real world assets. It's a big part of DeFi. It's tokens. And at the same time, real world assets are based on real assets in DeFi. So, it's a bridge, it's a kind of bridge between traditional financial system and cryptocurrency market, and DeFi market. So, differences between real world assets tokens and non-real world assets tokens. So, first of all, real world assets are less affected by fluctuations, by volatility, and real world assets have collateral. One more time. Real world assets have collateral, real world assets have collateral, and now I'm sure that you have memorized that. Yeah? It's the main difference between real world assets and non-real world assets. because 95% of tokens in the cryptocurrency market, it's bullshit. It's nothing. Because it's based on speculations, marketing, and expectations maybe. Real world assets. It's tokens which based on real assets from our usual life. Yeah? CBTC is particularly tokenization of national currencies. Yes? It's real world assets based on national currency. So, real world assets will be able to become a bridge between CBDC and traditional financial system, CBDC and decentralized finance system, between CBDC and cryptocurrency. So, you can tokenize your business, for example, and raise money from tokenization. And, I guess, you should hold cryptocurrencies such as Bitcoin, for example, Ethereum, because all this market, all cryptocurrency market will grow. The main point, I guess, you should learn, learn, and learn. Invest your time and gain knowledge and buy with real money. Try it. Try it. Because it's a trend. You will use it in five years, in ten years, but you will do it because it's a global trend. And now, you can become an expert and don't miss these huge opportunities to change your life, to earn life-changing money. That's it. Thank you so much. That's it. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Мы уже второй раз, второй год, как мы принимаем участие и активно участвуем в Маниэкспо в городе Мумбаи, в прекрасной стране Индии. И, конечно же, мы, как вебвайс-венчур, здесь тоже имеем свой стенд. Мы должны быть вебвайс-венчуре, в стенд-центрической ценности, блокчейн, веб-бар, и в токен-хоае, в текущей стенд и текущей ценности. Мы имеем общение с топ-1, топ-2 в мире. Мы создали отношения с 25 стенд-центрической ценности, топ-1, как ОКХ-венчур, Койбэй-венчур, Парадим, Поличейн. в России, в этой серии есть закрытие компания, в нашей стороне, но на китаре мы должны быть скучны с пользой компанией, мы должны быть в виде фондовак, в других стартапов, и если мы получили 100 стартапов, мы должны быть получен 50%-интургом, то мы будет получен очень стартапом, и мы получили, мы получили скучную компанию. Особенно в последние две недели, мы сделали люди о том, что ИВА, Кроссков, который является блокчейн, который является связанным между взаимодействием. И я думаю, что этот проект очень новым. Некоторые люди сказали нам, что они пришли к этому проекту для первого раза. Мы получили ответственность, и люди тоже пришли к различным причинам. В то же время, индивидуальные инвестиции также показывают интерес к нам. Которые инвестиции были дуально адресованы в целом команде Гафар Раслов. Но в прошлом году, мы в прошлом году, только мы и говорили о среднем рейтинге «Тайсан в Африка». И также, как у Алексей, в прошлом году, но в прошлом году, многие компании в Африке в Африке приняты и дать им оборудование оборудованиях «Тайсан в Африка» Так что, тогда это действительно тольпы «Тайсан в Африка» будет развития мягко. И самое главное, наш вот этот замечательный веб-венчур, который действительно делает инвестиции по искусственному интеллекту, блокчейну и современным технологиям, это действительно очень многих интересует. Потому что по всем нашим проектам, которых мы предоставляем здесь, у них есть довольно такое четкое, хорошее представление и понимание. Я хочу сказать, что мы получим очень хорошие лиджеры, и мы очень рады, очень много нового, мы находимся, общаемся с людьми, мы находимся, общаемся с людьми, мы тоже учимся с ними, и мы тоже узнаем, что мы говорим, что мы очень любим. Мы получаем большую эко-систем для всего мира. Мы также получили много стартап holders, которые хотят поддерживать, которые хотят поддерживать хорошие идеи. Они хотят поддерживать капиталисты, как WebWise Capital, и мы также хотим поддерживать и работать в будущем. И хочу сказать, что любой из вас может действительно стать частью нашей команды, это замечательная команда, частью нашего производства, нашего развития, которое называется WebWise Ventures. И добро пожаловать! И мы всегда готовы работать с вами на благе и во благо всего человечества и на будущее. Спасибо большое! Всех вас ждем! Всем добрый день! Я сейчас нахожусь в Индии, в Мумбаи. Закончилась двухдневная конференция Money Expo India 2024, где наш фонд был представлен на стенде. У нас был стенд от WebWise Capital. И также, собственно, нас пригласили выступить спикерами. Я выступал как спикер на тему токенизированных активов и участвовал в панельной дискуссии на эту тему. После конференции подходило очень много людей, просило контакты. Тема токенизации активов сейчас набирает актуальность свою. И во всех странах этим интересуются. На всех финансовых форумах, конференциях это обсуждается. И было очень приятно, что к нашей экспертизе, собственно, обращаются, узнают про наш опыт, про наш опыт токенизации недвижимости, про наш опыт инвестиций в эту сферу и так далее. Что можно отметить? Что к стенду подходило огромное количество людей, как просто посетителей, так и других участников, профессиональных игроков традиционного рынка финансов. Например, форекс-брокеры, какие-то биржи по ценным бумагам, поставщики ликвидности и так далее. И, конечно, мы видим огромные перспективы развития на рынке Индии. Нам удалось уже провести ряд встреч с потенциальными крупными инвесторами нашего фонда. Эти встречи продолжатся. У нас здесь работает целая команда профессиональных партнеров фонда, которые взаимодействуют с инвесторами, взаимодействуют с проектами. Я считаю, что эта конференция прошла хорошо. И это такое первое публичное заявление фонда со стендом о своей деятельности. Параллельно с этим мы ведем активную работу по регистрации юридического лица. Скорее всего, это будет в Соединенных Штатах Америки. Это самая на текущий момент сильная юрисдикция, надежная и для фонда. Наверное, это фонд, который имеет регистрацию в США. Это сразу увеличивает его репутацию. Сейчас я планирую лететь в Индонезию, где через два дня состоится конференция CoinFest 2024, где наш фонд VPS Capital совместно с проектом Ava, совместно с проектом Capitalist и совместно с TONE экосистемой, с TONE Foundation у нас там тоже будет наше отдельное мероприятие в дни конференции или может быть на следующий день после конференции. И вот таких мероприятий все будет больше проходить, и мы их будем организовывать с какими-то крупными игроками рынка. В этот раз мы это делаем с TONE экосистемой, Ava уже это делала с другими проектами. Мы, может быть, потом в сентябре в Сингапуре организуем, например, с OKEX Ventures и так далее. Все эти контакты, все эти партнерства у нас есть. Вот вы можете увидеть, как наш фонд выходит в публичную плоскость на этом рынке. Если вы присутствуете на этих конференциях, если вы их посещаете, собственно, дайте знать, подавайте заявку на посещение наших мероприятий, потому что количество мест ограничено. В прошлый раз заявок было больше 400 только с нашей стороны, а посетителей могло быть максимум 100, поэтому ведется в том числе отбор. Собственно, какие планы у фонда в ближайшее время? Это до конца года завершить, вот, юридически решить все вопросы, завершить регистрацию компании. Мы сейчас выбираем между США и, например, Дубаем, но больше склоняемся все-таки к США. Следующее. В сентябре, с 1 сентября, наш фонд принимает участие в Bootcamp. Это месячная программа, где 14 отобранных стартапов будут месяц работать над своими проектами совместно с менторами. В качестве менторов выступаем мы, также Solana Foundation, Tonica Systema, Animoca Brands, Mastercard, ну, в общем, очень серьезные игроки этого рынка, и мы наряду с ними будем находиться в жюри и выступать в качестве менторов. Это тоже для нас значимое событие, потому что, ну, как бы это тоже говорит о том, что наши экспертизы доверяют, что нас приглашают на такие мероприятия, и там также будет сниматься фильм на 30 миллионов человек, насколько я знаю, о том, как создаются стартапы вот в криптосфере. Я видел список этих стартапов. Это не какие-то вот зеленые начинающие проекты. Это уже проекты, которые привлекали инвестиции, там больше миллиона долларов каждый. Это уже проекты, у которых есть работающий продукт, у которых есть выручка, у которых уже есть серьезная команда. Сейчас им нужно подготовиться к переходу на следующую стадию, либо к открытию следующего инвестиционного раунда, например, раунда серии А. Причем проекты из разных стран совершенно, из Германии, из Индонезии, из Канады, из Латинской Америки, из СНГ и так далее. Конечно, уровень организации, уровень проектов меня поразил, потому что одно дело давать какие-то рекомендации, помогать совсем начинающим проектам, другое дело тем людям, которые уже не первый год этим занимаются, но при этом у них есть конкретные вопросы, конкретные запросы. И большая честь для нас, что наши экспертизы доверяют и приглашают в качестве менторов, наставников в жюри. Также мы думаем, что мы там найдем какое-то количество проектов, которые нам будут интересны для инвестиций, и совместно с такими сильными, известными фондами, как Solana Foundation, Animoca Brands, Stone Foundation, сможем инвестировать в эти проекты. Да, также там большие планы по развитию капиталиста, но это, я думаю, отдельная тема, сегодня не буду затрагивать. И далее мы в этом году также планируем расширить наше присутствие на рынке Соединенных Штатов. У нас там уже есть определенный нетворк, но мы собираемся его сделать таким постоянным. То есть я планирую посетить Соединенные Штаты, у меня уже есть договоренности и приглашения от венчурных фондов с посещением Стэнфордского университета, с посещением таких компаний, как Google, Tesla, Microsoft, LinkedIn и так далее, со знакомством с венчурной тусовкой, со знакомством со стартапами, с пичдэями. И я думаю, что это отличное продолжение для развития нашего венчурного фонда. Вот такие планы до конца года. Активно работаю над изучением английского языка. Собственно, на выставке, которая проходила в Индии, я выступал на английском языке и в панельную часть дискуссии участвовал на английском языке. Это было таким вызовом для меня. Но вроде все прошло хорошо. Собственно, продолжаем развиваться как личностно, так и как фонд. Вот такие новости. Всем спасибо за внимание. До свидания. С большой удовольствием, с большой гордостью, да, можно сказать, что данное мероприятие Money Expo Mumbai 2024 прошло для нашей экосистемы успешно. И как я говорил в начале, все поставленные цели на эту выставку были достигнуты и даже больше. Благодаря профессиональной команде, благодаря профессиональной подготовке, благодаря той работе, которая проделывалась целый год до этого и которая будет продолжаться. Поэтому все только начинается. И вот, собственно, предлагаю вам максимально погружаться в наши проекты, потому что сейчас август, да, вот завершается вот этот летний сезон отпускной, да, за который нам удалось сделать очень много. И в целом весь рынок заходит вот в сентябрь, осень, зима – это всегда такой подъем предновогодний. Поэтому заходите туда вместе с нами, да, понимая тренды, понимая продукты, понимая экосистему, ее направление и следите за новостями. Все только вот в этом году еще начинается. То есть все самое главное, самое интересное, все, что касается там планов реорганизации, формирования юридической модели компании – это все мы оставляем там на сентябрь и на следующие месяца. Поэтому следите за новостями. Благодарим вас за поддержку. Всего доброго! Музыка Что еще мы видим на рынке? Это традиционные финансы с их классическими финансовыми инструментами, и децентрализованными. Этинизированные активы представляют своего рода мост между двумя этими направлениями. И интерес к этим активам появился в последние два года как раз в качестве соединения традиционных финансов и децентрализованных. А какая цель этого объединения и для чего вообще обычно это происходит? Для того, чтобы взять все лучшее в одном, все лучшее в другом, объединить и получить еще больше доходности, еще больше эффективности и возможностей. Очевидно, в традиционных финансах мы можем взять государственные гарантии, юридическую защищенность, безопасность инвесторов, стабильность, а блокчейн и децентрализованные представляют нам всю вот эту эффективность, прозрачность, скорость и низкие расходы. Появление на этом рынке структур в виде банков и маркетплейсов, обеспечивающих свою деятельность токенизированными акционами, уже решенный вопрос, они появляются и будут больше и больше и больше. И на протяжении уже полутора лет мы в нашей экосистеме финансируем и создаем свои проекты в этой и в этих областях. И это развитие мы делаем, мы создаем их одновременно, сейчас я объясню почему. Для того, чтобы иметь возможность одновременно и предоставлять сервисы для всех участников рынка. Для поставщиков ликвидности в банк, для потребителей, которые хотят использовать ликвидность и брать займы, кредиты и так далее. Для потребителей, которые хотят токенизировать свои активы, продавать их, зарабатывать и использовать в том числе кредитные и иные средства для того, чтобы покупать другие токенизированные активы. И в заключении своей второго выступления я искренне, как всегда, это делаю, хочу направить ваше внимание именно на эти сферы. И может быть кто-то из вас связет свою жизнь на ближайшие 2-3-4 года с этими направлениями. И здесь точно можно говорить, что вас ждет успех и развитие. Субтитры создавал DimaTorzok